Валерий Плющев По милости Божией Четыре дня назад я был освобожден Слава нашему Господу Извините, я немного переживаю Воспользоваться вам моментом Хочу поблагодарить вас за ваши молитвы Я свидетельствую о том, что Бог слышит молитвы Я благодарен за все посты, за молитвенные группы Которые подвязались за меня Господь меня проводил через великие испытания Сегодня были сказаны хорошие слова О покаянии, о блудном сыне Я тот блудный сын, который вернулся к отцу Не только в духовно, но в отцовский дом Я ушел с дома, будучи еще молодым Я увлекся преступной жизнью Ушел далеко Ну и благодарен, что наш Бог велик Он меня помиловал Слава нашему Господу Так как сегодня говорили о покаянии Наш Бог велик Как Он работает? Я хочу об этом и говорить Хочу воспользоваться моментом Попросить у вас прощения Может быть я кого-то огорчил Обидел Умышленно или неумышленно Я знал, что я жил не по воле Божьей Я служил другому Господину Но Господь в могучии своей рукой спас меня Слава Богу Я хочу прочитать из местописания Исход 34 глава 6 стих Господь Господь Бог Человеколюбивый И милосердный Долготерпеливый И многомилостивый И истинный Слава нашему Господу Братья и сестры Я бы хотел поделиться Немного своей жизнью Как меня вел Господь Это путь длинный был Мое покаяние не произошло сразу же Как брат говорил До меня Оно занимает время Покаяние это не слова Покаяние это перемены мышления Это образ жизни Я не могу похвалиться себе Своей жизни Я не достиг Многого Можно сказать Ничего Можно сказать Что Смотря на мою жизнь Последние Десять лет Можно сказать Я много потерял За последние 6,5 лет Я провел Неволи Преступником Я потерял Многое Но проявил Гораздо больше Иисуса Христа В Риме Я хочу прочитать 9 главе 23 стиха И 24 стих Такие слова Так говорит Господь Да не хвалится Мудрой мудростью Своею Да не хвалится Сильной силой Своею Да не хвалится Богатым Богатством Своим Но хвалящийся Хвалить тем Что разумеет И знает Меня Что я Господь Выращиваю милость Суд И правду На земле Ибо только это Благоводно Мне говорит Господь Я могу только сказать Что совершил Господь в моей жизни В 2010 году В октябре 12 числа 2010 года Я был арестован За свои преступления Спустя 6 месяцев Я получил срок 70 месяцев 5 лет 10 месяцев Я хочу признаться Что я покаялся Я думал Это было искренне Я исповедовался Но не до конца Понимал Что такое покаяние Я покаялся Из-за страха Мне большой грозил срок И не только Этот срок Мне 6 раз Судили За последние 6 лет Будучи уже На зоне Почти год Я продолжал жить Христианской жизни Наружно Для показа Но внутри У меня не было Все нормально Мои мышления Еще были такие же В преступном мире Я пришел На зону Там уже ребята Там уже Те же дела Я начал Потихонечку Возвращаться На тот же путь Однажды После Одного инцидента Я прошел В себя Господь Меня вразумел Если ты не остановишься Сейчас Она может не быть Никогда Ты должен выбрать Жизнь или смерть Сейчас Тебе тяжело Тебе дали 70 месяцев У тебя есть возможность Спокаяться Не делай это для кого-то Не делай это для родителей Делай это для себя Я благодарен Богу Что Он дал мне Эту возможность Остановиться После этого Мы пока не продолжались Все эти годы Это наша жизнь Идти за Христом Я хочу засвидетельствовать Когда Бог меня помиловал Благодарю После того Как мне дали 70 месяцев Извиняюсь Год прошел Одно утро В 6 утра Меня подняли Мне сказали Ты уезжаешь 6 месяцев прошло Я только на зоне пожил Уже устроился Я спрашиваю Куда Они говорят Федералы хочут Ты уезжаешь на суд Приехав на суд Мне передали Плохую новость Тебе светит 20 лет Заключение Тяжело это перенести Мне на тот момент Было 22 года Вся жизнь Я задавался вопросом Для чего это Мне мучили Два стиха Вы все их знаете Часто эти стихи Говорят нам наши родители Часто они читаются С кафедры Это будет галатом Шестая глава Седьмой Восьмой стих Не обманывайтесь Бог поругаем Не бывает Что посеет человек То и пожнет Сеющий в плоть свою От плоти пожнет тление А сеющий в дух От духа пожнет Жизнь вечную Я могу признаться Я избегал Эти слова Из местописания Но они Все чаще Чаще приходили Ко мне Но я благодарен Богу Что я могу Заплатить Пока я жив Пока я на земле За то Что я совершил Потому что Может прийти день Могу я платить Это Где бы не хотел Но Бог дал мне Милость Покаяние После 14 месяцев Будучи уже В федеральной тюрьме Ко мне пришел адвокат Мы имели общение Я сразу скажу Господь дал мне Интересного адвоката Такого Чтоб я не надеялся На человека Все что он говорил Он говорил против меня Я того заслужил Я не отвергаю Но Бог мне показал Чтоб я не положился На человека Он предложил мне От прокурора Выбор Еще 70 месяцев Наверх того То что я делаю Он сказал Это самый лучший Выбор Который ты получишь 12 лет Я было хотел согласиться Поспешить Думал сразу подписать Потому что я знал Что грозит 20 лет Но я благодарен Богу Что у меня семья Которая молится И Мои родные Дорогие Посоветовали Молиться И не спешить Бог через свой сосуд Проговорил через время Что не спешить Что не соглашаться Я благодарен Богу За тот день Господь вразумил Что воздержаться надо Я отказался От этого Выбора От этого дел Адвокат сказал Ты делаешь большую ошибку Тебя будут судить Еще и в штате за это И федералы будут судить Ты пожалеешь об этом Я сказал Я буду уповать на Була Прошло недолго времени Может пару месяцев Он пришел Еще раз Ну я его часто видел конечно Ну С еще одним делом Он сказал 60 месяцев Самое лучшее Что я могу сделать Поверх то Что ты делаешь Еще На 10 месяцев Сбросили Мы молились Было сказано Воздержаться У меня был вопрос К Богу Может быть Вы об этом думаете Я задавался Богу вопросом Если я не виновный Я не могу Уйти на главный суд На главном суду Люди идут Невиновные Я виновен За свои преступления Я Богу взывал Я не понимал Почему Мне надо ждать Я хотел понести Я хотел понести за свои преступления Я сказал Я готов Я должен Я этого не хочу Но я должен Господь вразумлял Говорил Найдите на милость мою Только на милость мою Не на человека Но на милость мою Когда я отказался От 60 месяцев Мы С адвокатом Имели Многие разговоры Я должен был ему сказать Что я не доверяю тебе Мне Этого адвоката Дал штат Я его не нанимал Он мне задавал Всегда вопросом Что ты прячешь У тебя есть Какие-то доказательства Что тебя могут освободить Я сказал Нет Моя надежда Только Бог Прошло немного времени Это уже почти 3 года Я там пробыл Он мне пришел Сказал Последний раз Я предлагаю тебе 60 месяцев Больше этого не буду Я сказал Нет Я не соглашаюсь Я имел время Подумать об этом Он ушел Сказал Ты об этом пожалеешь Я не помню Сколько времени Прошло Он мне написал Сказал Срочно позвони У меня есть к тебе новость Я ему позвонил Он сказал Прокурор Говорит Только согласись Подписать Договор Что ты Виновен В этом преступлении Если она тебе даст 10 лет Ты счастлив Она с тобой больше Жить не будет Она уже ждала 10 Уже ждала 3 года Она не будет Жить не больше 10 лет Само лучше Если ты не соглашаешься Подписать Тебе дадут 22 года Я сказал Я уже имел время Об этом подумать Я не буду соглашаться Он говорит Плющев Я думаю Тебе нужен психиатр У тебя с мышлением Не то Я говорю Я считать умею Через 10 лет Я могу быть дома Через 22 года Это очень долго Я могу считать Я буду надеяться На Бога Он говорит Я все таки Психиатр вышлю Я говорю Не надо На этом разговор Закончился Через пару дней Он мне пишет Срочно перезвонить Я ему звоню Он говорит Плющев Я сделал большую ошибку Тебе грозит Не 22 года А 55 лет 660 месяцев У нас есть свидетели Вы бывшие друзья Молодые Задумайтесь Кто ваши друзья Они будут свидетельствовать Против тебя Я тебе гарантирую Ты проиграешь И тебе дадут 55 лет Я твой адвокат Я это делаю Многие годы Моя прокурорша Я был последним Моя делом Она уходила На повышение Он говорит Она не уйдет Пока она тебя Не закроет У меня был закаменник Парень Русский Тоже Повзросли мне Он ее тоже имел Эту прокуроршу Она и была Егошней прокуроршей Ему предлагали Тоже выборы Два раза 8 лет 14 лет Он отказал их всех Ему дали 20 лет Как она сказала Так она и сделала Мне было трудно Переносить это Я взывал Богу и только Павла на Господа Не было Другого выбора Бог даровал На нежу Я сказал ему Я не знаю Как я это ему сказал Мне Господь помог Я после Думая об этом И не знаю Как это получилось Не знаю Что это была Рука Божия Тот разговор Был интересный Я сказал Я согласен На 55 лет Я буду уповать На Бога Он мне сказал Я буду надеяться Я не могу надеяться На человека Он говорит Пришел Ты делаешь Большую ошибку Я не знаю Кто твой Бог Он Или она Я его не знаю Но он хочет Чтобы ты делал Пожизненное заключение И она тебя закроет Я говорю Я согласен Листья Он этого хочет На этом разговор Закончился Я точно не помню Сколько времени прошло После этого Но Ту ночь Мне было тяжело Я был один В камере Мой сокамник Ушел на этап Я преклонился Пред Бога Молил И просил Помощи Есть разница Выйти еще В 30 лет 40 Или 80 лет Или вообще не выйти Есть разница Я Бога Не вопрошал Как не задавал Ему вопрос Такого Почему Ты сейчас Не помогаешь Я просто Взывал И просил Господи Ты мне обещал Я не требую Это тебя Но сейчас Мне тяжело Мне нужен ответ После молитвы Я как-то сел На кровать На нары Нижние Смотрел в окно Читал Священное Писание Каким-то Моим образом Библия Была Открыта На Книге Иисус Новин В 21 Главе 45 Сихом Я не читал Это место В это время Я просто Положил На свои руки И оно Открылось Так Я просто Сидел Размышлял Смотрел В окно Был закат Очень красивое Я просто думал Что мне делать И в моем сердце Интересно Я не услышал голос Но у меня было побуждение Просто возьми Прочитай То, что сейчас Открыто Я посмотрел вниз И я не знаю За последний В тот момент В течение трех лет Я находился там И один стишок Подчеркнул Один стих И мои глаза Упали на его Я хочу его прочитать Не осталось Не исполнившееся Ни одно слово Из всех добрых слов Которые Господь говорил Дому Израилеву Все сбылось Слава Господу Хотя на тот момент Я не обратил На это внимание Тяжело было Прошло Немного времени Я думаю Недели две Откуда ни возьмись Парнишка один Подбегает И говорит Валерка Ты уезжаешь Завтра Тебя увозят А мне адвокат До этого сказал Когда мы имели Последний разговор Он сказал Жди новых Обвинений Ты поедешь на суд Я буду давать Новые обвинения Я думаю Так быстренько Куда меня везут Узнал точно Точно Меня везут Позвонил Думаю Позвоню адвокату Узнаю Что происходит Звоню ему Говорю Мистер Томгору Что происходит Меня увозят Завтра увозят Сегодня сказали Все вещи собрать А он мне такой Ого Так быстро Я говорю Не понял Что быстро Он говорит А ты мое письмо Не получал Я говорю Нет Ничего не получал Я говорю Что происходит Он говорит Валерка Ульчев У меня к тебе новость Все твои обвинения Были сняты Слава Господу Он говорит Ты едешь Назад в штат Заканчивай Свой срок Я благодарен Богу Хотя Он сам Понял Но Он не хотел Этого сказать Что это был Бог Он сказал Ты Не думай Что они тебя Так просто Оставят Он говорит С ними Дело нельзя иметь Они тебя не оставят Я не знаю Людей Хочу быть твоим адвокатом Я сказал То что мне надо было Слышать Я услышал Я этого давно ждал На этом разговор Закончился Слава Господу Мне на тот момент Оставалось Дальше Сесть месяцев Интересным образом Мне Как я говорил О том стихе Который я читал Что посеет Человек Той пожнет Я думал Было уже Все закончено Когда я пришел В штатную тюрьму Чтобы меня перевезли Чтобы пойти на этап Я долго ждал Чтобы пойти уже В камеру На ночь Меня долго не вызывали Часов 12 Я сидел ждал Я не знал Что происходит Думаю Уже Федералы сняли 26 месяцев осталось Закончу Выйду на свободу По милости Божьей Подошел Подошел Поговорил С человеком Который сидит Там за компьютером Я говорю Дал ему имя Я говорю Что происходит Он проверил мое имя Говорит У тебя новые судимости Я говорю Я не понял У меня все сняли Он говорит Да у тебя федералы сняли Но у тебя В штате Новые судимости Я говорю Откуда Он говорит Ну в 2009 году Я говорю А он сперва сказал В 2012 году Я говорю Я с 2010 года сижу Я никакие преступления Не делал Он говорит Ну тебя судить начали Просто ты Был занят А преступление С 2009 года Мне добавили срок Еще 16 месяцев Дважды Но по милости Божьей Они его Внесли в тот срок Который я уже делал Время я больше не сделал Только 26 месяцев Слава Господу В августе 15 числа 2016 года Я должен был Освободиться В прошлом году Меня миграция забрала Я задавался вопросом Тоже почему Вроде все Вроде прошел путь Покаялся Изменился На момент было Когда поступали мысли Горечи Ну Господа свой путь Он знает Каждому человеку Как исправить Как переломать Из того сосуда Сделать Что-то доброе В это Среда Я освободился Полтора месяца Раньше Чем я должен был Быть Я уже депортирован Должен быть В Таджикистане Или в России Я знаю Это не человек Я знаю Что это Бог Сделал Есть ребята Которые ждут Не только 6 месяцев После суда А больше Но Бог Мне проявил Великую милость Я благодарен Может быть Я ничего нового Не сказал О покаянии Сегодня Мы все Хорошо знаем Вы дети Божие Но я знаю Что мы все Делаем ошибки Воспользуйтесь Моментом Пока вы свободны Во время Благоприятное Оно трудно Каяться Когда Ты в тюрьме Я признаюсь В тяжелое время Я не буду вас Пугать Тюрьмой Зоной Где бы это ни было Мы люди Мы свойственны Привыкать ко всему К одиночной камере К этой еде Мы свойственны Привыкать Я вас не запугаю Это что внутри Я смотрел на людей Я их называл Дважды Заключенные Будучи в тюрьме Они в тюрьме Греха Это страшно Человек Будучи заключенный Физически Телесно Он заключенный Духовно Я имел общение У меня были друзья Которые делать Пожизненное заключение Никогда не выйдут Им говоришь О Боге Они слышать не хотят Можно было сказать Друг Земная жизнь Это не все Есть вечная жизнь Ты не будешь Всегда заключенным Ты можешь быть Свободным Духовно Вы можете быть Свободным Телесно Но заключенным Духовно Вокового греха Пусть каждому из нас Господь поможет Воспользоваться Время Благоприятное Покаяться Это дар Божий Покаяние Это дар Божий Это счастье Когда ты Можешь Покаяться И принять Прощение От Бога Ибо Иисус Христос Нас Примирил С Отцом Незаслуженная Милость Аминь Я благодарю вас За внимание Редактор субтитров А.Семкин